Тринити Никогда не думал, что буду писать строчку выше. Всегда был стойким защитником мысли. Игра не переведена на русский, играть не буду. И тут меня сломало. Сломало и что удивительно, мне понравилось. На самом деле это та игра, в которую можно начинать играть при слабом знании английского. И нет, тут нельзя сказать, что он настолько простой, что каждый поймет. Я бы сказал, даже наоборот. Какой-нибудь человек-невидимка в оригинале читался легче, чем перевод Низ Америки. Но есть то, что облегчает этот процесс. Большинство текстов в игре это по факту визуальная новелла. Реплики не исчезают со временем, а ждут, пока ты сам их не переключишь. Не в авторежиме, естественно. Благодаря этому ты можешь добавить в какое-нибудь приложение словарик непонятное слово или, если я в лом, перевести все через фотоперевод Яндекса. Он, кстати, удобнее, чем у Гугла. Сложности. Не спорю. Но ради чего они? Вот так, спустя примерно две минуты, мы добрались-таки до основного текста. О чем эта игра и эта арка? Глобально о небольшом городе-государстве, Кросбелле. Эта территория находится в сложном положении. Две сверхдержавы. Империя Эребония и Республика Кальвард ведут пока еще политическую борьбу, забываясь над этой землей. Причин подобного противостояния много. Кросбелл не только дополнительная территория, но и самый передовой в техническом плане город на континенте. Плюс экономический центр. Такой лакомый кусочек для любой державы. Заявочка, не правда ли? Да вот. Но не кажется вам, что уже началось немало так политики? Да. По сравнению с аркой СКА идеология Кросбела сильно политична. Не настолько, как следующая арка Холодной Стали, но все же. И это можно рассматривать и как плюс, и как минус. Плюс тут в том, что ситуация на самом деле комплексная, и за ее развитием интересно наблюдать. Но некоторых такая мудренность может задушить. Однако додушки, конкретно в Trials of Zero, не дойдет. Она начнется немного позже. Пока же просто скажем, что политическая направленность предполагает большую жестокость сюжета, что было не свойственно СКАю. И тут можно сказать, что так и есть. Всякая муть и чернуха творится. Но на фоне, а не с самими персонажами. С ними же все по-прежнему. И это неудивительно. Политика это вторая или даже третья линия истории. Первая же отведена новой команде героев. И с характерами и проработкой, как всегда, все в порядке. Хотя вот главный герой, Ллойд Беннингс, характером явно косплеит Эстель Брайт. Только немного более задумчивый, что и подобает детективу. Вместе с ним, основными персонажами этой истории стали еще три члена ССС. Это Рэнди Орландо, любитель ночной жизни и неудачник в подкатах. Элли, представительница местной элиты. И Тио, не сильный эмоциональный ребенок из фонда Эпштейна. Местной, сверх продвинутой в техническом плане, организации. С этим составом мы и проведем примерно 50-60 часов игры. И в этом кроется одно из самых больших отличий от СКАЯ. Основных персонажей сразу 4, и это количество в рамках игры не изменяется. Иногда появляются гостевые персонажи, но это именно что иногда. В целом, такой концепт мне понравился. Однако, нужно сказать, что раскрыть историю всей четверки в рамках одной игры разработчики либо не пытались, либо не справились. Нет, базово персонажи ввели в историю, связались с миром и так далее. Но отрицать, что первая часть больше посвящена Ллойду и Тио, а скорее даже просто Тио, глупо. Вторая же часть больше пошла в сторону Рэнди и в меньшей степени Элли. Хорошо это или плохо? Судите сами. Следующей особенностью этой JRPG является довольно редкая роль, за которую предстоит играть. Это роль копов, точнее нового отделения полиции, копов-брейсеров. Там ситуация произошла по типу, нас спеши, но только не один в один. Они исписали, поменяв по факту только название. Теперь это ССС или же особая секция поддержки. В их обязанности входит улучшение имиджа коррумпированной полиции посредством выполнения запросов от жителей Кроссбелла. Ничего не напоминает... А, стоп. Про Коуд Стилта я еще не рассказывал. Ошибочка вышла. Вы ничего не слышали. Вернемся. Естественно, жители Кроссбелла не тупые, в основном. Они сразу же сложили 2 плюс 2 и начали ровлить с ССС. И вот через такое недоверие и периодические насмешки и придется переступить. Разбить этот барьер, так сказать. Ситуацию подогревает и тот факт, что по причине слабости полиции, гильдия брейсеров набрала огромное количество баллов у местных жителей. В итоге чего поменять расстановку сил становится только сложней и сложней. Да и не сильно поначалу хочется. За арку Ская к брейсерам больше всего наполняешься теплыми чувствами. И соперничать с ними нет никакого желания. Благо здесь этот конфликт разыграли правильно. Сделав и неполноценное противостояние, а скорее дружеское соперничество. В том числе с Эстель и Джошуа. Да, эти двое также фигурируют в истории Кроссбелла. Но их роль и появление вплетено просто филигранно. Скажем прямо, там все не совсем так, как кажется. Но поведают об этом вам только в концовке всей арки. Честно скажу, я от этого поворота сюжета прифигел. Но чтобы вам не портить ощущения, на этом замолчу. Догадаться все равно о подобном ходе невозможно. Красиво все завернули. Очень красиво. И красиво тут, кстати, не только в плане истории. Внешний вид изменился, не сказать, что сильно относительно арки Ская. Но эти изменения явно пошли игре на плюс. Задники, монстры, интерьер выглядят все еще сохранив нотку сказочности. Но по-свежему. Странно было видеть только модельки персонажей на локациях. Есть какой-то внутренний диссонанс между ними и окружением. А вот что не ощущается по-свежему, так это боевая система. Мелкие нововведения есть. И они положительно на нее влияют. Но это все та же самая боевка, что и в первой, и во второй, и в третьей игре прошлой арки. А такой боевой системой не мудрено устать уже к третьей части. А тут минимальная ее вариация перешла дальше, разбив барьер между двумя арками. Ну, как-то это выглядит хаутурой. Ладно бы, она работала без сучка и задоринки в прошлых частях. Но нет же. И тут можно возразить, сделав ремарку о том, что это пошаговая система, и что с ней сделаешь. Но в том-то и сок, что пошаговая боевка настраивается в мелочах. И из-за этих мелочей она ощущается очень по-разному. Тут ощущения разности нет. Возможно, по причине того, что изменения прям минимальны. Баланс между твоим отрядом и врагами полностью сохранен. Система комбинации орбов для получения магии тоже. Суперприемы. Все это мы уже видели. В итоге чуть ли не единственной модификацией стали комбинированные атаки. Но от них тоже веет вторичностью. По итогу, эта часть геймплея, как и раньше, забить и забыть. Но вот везде, как это обычно бывает, есть ложка дегтя. Справедливости ради скажу, что конкретно для меня она была единственной за игру. В остальном же игралась замечательно. Конечно, в самом построении повествования, а конкретно в чередовании основной сюжетной ветки с блоком дополнительных квестов, изменений также не произошло и не произойдет. Но как раз вот эта структура работала с самого начала. Во всяком случае, по отношению ко мне. Поэтому к ней претензий нет. Итого, что мы видим. Это по факту та же Скай. Но уже в знакомом мире с периодическими самоотсылками и камео. Со всеми ее плюсами и минусами. За исключением одного большого плюса и одного громадного минуса. Плюс хорошая реализация редкой роли полиции. Минус отсутствие русского языка. В целом, мне понравилось. Конечно, как человек, который начал играть с почти нулевым уровнем английского, мне пришлось преодолеть еще и языковой барьер. Но это того стоило. Стоит еще сказать о небольшой путанице. Арка Кроссбелла и Стилла проходят одновременно. И это влечет за собой проблему спойлеров. В первом Кроссбелле спойлеров на Стилл замечено мной не было. История еще пока слишком локальна. В первом же Стилле есть прям слабенький спойлер на вторую часть Кроссбелла. Но не сильно влияет на ощущения. А вот второй Стилл и второй Кроссбелл... Здесь все сложно. Чисто из-за послесловия Стилла, мне кажется интереснее пройти сначала арку Кроссбелла. В итоге для себя я выделил такой маршрут прохождений. Зеро, первая Холодная Сталь, Азур, вторая Холодная Сталь. Главная проблема этой ветки в том, что в конце первой части Холодной Стали вы не захотите переключаться на Азур, ибо там такую мощную удочку закинули, что не попасться на нее, это нужно иметь недюжинную силу воли. В общем, такие дела. Игру советую. Это реально хорошая часть серии, и хорошее продолжение глобальной истории мира. А на этом у меня все. Если понравилось, подписывайтесь. Хочется пообщаться на тему игры, я все комментарии читаю, и если мне есть что сказать, отвечаю. Находите для себя хорошие игры, и пока!